С дорожными проблемами жители улицы Советской в Иркутске решили разобраться по-своему. Они устроили сидячий бунт прямо на проезжей части. Так они протестуют против сквозного проезда в их дворе. Подробности у Александра Якубчик. Я вот так вот стул вынес. Вот здесь соседи уважаемые сидели. Я вот так вот просто сел и не пускал машину. Именно так отстаивал, можно даже сказать, отсиживал свои права Константин. Он и его соседи, жители одного из домов в Иркутске, устроили сидячий бунт. Они вынесли на дорогу, которая проходит во дворе, стулья и сели на них, чтобы не пропускать автомобили. Последнее время этот проезд во дворе стал сквозным. В часы пик здесь огромный поток машин. Это небезопасно просто. Я вот выходил, шел в аптеку, пролетает по придомовой территории, на огромной скорости пролетает машина. Меня просто вот так вот подбивает, что я отлетаю в сторону. И машина все, уехала, даже не остановился, не обернулся. А здесь дети. Детей-то много. Поэтому жители этого дома хотят как-то ограничить проезд через свой дом. За этим люди обращались в управляющую компанию. Есть соседский пример. Жильцы рядом расположенного многоквартирного дома спустя год жалоб добились установки стоп камней с одной стороны двора. Но нашим героям в управляющей компании отказали. Хотя установить тот же шлагбаум во дворе можно при соблюдении определенных условий. В независимости от того, в каком муниципалитете или области мы находимся, запрещен сквозной проезд автомобилей. И установка таких шлагбаумов является одним из инструментов рычагов законной реализации прав граждан. Должна быть оформлена земля, как земля придомовой территории. И после этого не проходит все необходимое согласование. Но в данной ситуации установить шлагбаум невозможно. Ведь через этот двор проезжают жители других домов. Альтернативный путь пришел в негодность. Здесь все перекрыто. Есть альтернативная дорога. Но она гравийная. И даже после небольшого дождя она превращается в непроходимую полосу испытаний. Ведь здесь появляются лужи, которые местные жители именуют бассейнами. Именно поэтому автомобилистам приходится проезжать через двор. Нам постоянно препятствуют жители этого дома. А нам больше по-другому как ехать. Вот сейчас я поехала там, как они предлагают нам. Огромная лужа непонятного размера. Что там в этой луже находится, тоже непонятно. Разбила эту гравийную дорогу строительная техника. Сейчас здесь строятся новые дома. Работы идут уже второй год. И все это время жители соседних домов вынуждены терпеть неудобства. Александр Якубчик, Виктор Черкашин. Новости по будням. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова